Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня мне хочется вам представить новый гибрид агрофермы «Партнер» под названием «Малиновая империя». Чем же характерен этот гибрид? Ну, индетерминантный. Значит, в первую очередь предназначен для выращивания в теплицах. В открытом грунте, безусловно, тоже можно, но с определенными условиями. Давайте будем говорить сейчас именно о выращивании этого гибрида замечательного в теплицах. Очень интересные плоды. Плоды находятся на сложных соцветиях. Вот как оно выглядит. Простое соцветие – это если бы была вот такая ось основная, и на ней просто отходили бы плоды. Когда же несколько ответвлений, то это сложное. Соплодие, соцветие. Так что, пожалуйста, запомните, на всякий случай информация – это, в общем-то, очень простая, но иногда нужная, чтобы вы знали, как плоды расположены. Плоды имеют очень интересную форму. Вот такую округлую форму и с вытянутым вот таким носиком. Посмотрите, замечательная какая форма. Весом примерно где-то около 150 граммов. Поэтому такие плоды можно и потреблять в салаты, потому что раннего срока, достаточно раннего срока созревания вы можете салатики делать и можете чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть недозревшие можно консервировать, засаливать или мариновать. Очень вкусные плоды. Имеют розовую, такую даже, можно сказать, малиновую окраску, из-за чего Совс Г. получил такое название – «Малиновая империя». Особо хотелось бы отметить, что эти томаты следует выращивать не более трех штук на квадратный метр. Три штуки и не больше двух стеблей. Ни больше. Ни в коем случае не должно происходить затенение, поскольку тогда плоды отложат свое созревание, и вы их будете получать там не в 100-110 дней, а в 130 дней. Ну, стоит ли все-таки терять 20 дней – это слишком много. Еще хотелось бы отметить, что первая кисть образуется после 8-9 листа, и затем через каждые 2-3 листа образуются новые соцветия, а потом и соплодия. Мы видели с вами, что он уже краснеет в теплице, в открытом грунте не торопится. Но ничего страшного. Вдруг, если погода резко изменится, мы накроем вот эти сооружения нетканным материалом, и замечательно они и дозреют, и будут предохранены от различного рода заболеваний. Давайте я сейчас, пожалуй, сорву плодик средней такой массы. Какой интересный, красивый, достаточно насыщенный цвет, красивая форма. Ну, вот 133 грамма, почти близко 150. Есть покрупнее плоды, есть помельче плоды, но средний вес все-таки 150 граммов. Давайте теперь мы его разрежем, чтобы посмотреть, что же там у него внутри. Режется очень туго, значит, плод должен быть мясистым. Посмотрите, какая центральная часть плотная, крупная, большая, семенные камеры среднего размера. Очень красивая. Посмотрите, прям искрится вся мякоть. Дорогие мои, теперь я думаю, что мы вместе с вами попробуем, какого же вкуса эта малиновая, эта империя. Фантастическая. Просто душа поет. Сладкий, с такой очень тонкой кислиночкой, душистой, кожица мягкая, абсолютно даже, знаете, иногда бывают такие томаты, что возьмешь кусочек, жуешь и не знаешь вообще, куда эту кожицу деть. Здесь она просто проглатывается и не чувствуется. Так что, дорогие мои, не забудьте про этот фантастический гибрид. Очень-очень вкусный. Поверьте мне, я думаю, что даже по моему лицу-то вы видите, что оно очень вкусное. И такое количество я, как правило, не пробую. Я пробую маленький кусочек, но здесь с удовольствием съем сейчас целиком томат. Пока я буду есть, вы подумайте, запишите, пожалуйста, себе название этого гибрида, малиновая империя, чтобы приобрести семена в обычные наши сроки, с октября по март месяц, чтобы вырастить хорошую рассаду и вовремя ее высадить на постоянное место в своей теплице. На этом я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова